Видновчанин Владимир Наточий, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, последние 10 лет трудится в единой дежурной диспетчерской службе Ленинского городского округа. Здесь он с основания повидал немало, поэтому и сравнить есть с чем. Говорит, обычно в новогодние каникулы статистика звонков резко увеличивается, но этот год приятно удивил. Эти праздничные дни, новогодние все, прошли у нас в штатном режиме, несмотря на большое количество напыловых звонков, с поставленными задачами, как говорится, наша служба справляется, все сотрудники имеют большой опыт, ну, в общем-то, без особых происшествий. Оператор 112 Ленинский городской округ Рыск, мы слушаем вас, что у вас случилось? Ежедневно операторы службы 112 обрабатывают порядка тысячи заявок. В рейтинге звонков по-прежнему лидируют вызовы скорой помощи. Связано это с нестабильной обстановкой по коронавирусу. В праздничные дни не обошлось без происшествий. Два убийства на почве алкогольного опьянения, один несчастный случай на железной дороге, не остались без работы и пожарные. 16 пожаров, точнее даже не пожаров, а выездов пожарной службы на возгорание. Большая часть это были возгорания мусора, ну, по разным причинам, и петарды, и так далее. В рейтинге сгорело несколько бань, и вот сегодня ночью сгорел частный дом. Ну, к счастью, всех спасли, никто не пострадал ни при одном пожаре. Тема пожаров остается актуальной и после новогодних каникул. Теперь это связано с резким похолоданием и использованием нагревательных приборов. Используют только исправные приборы электронагревания, если это электрический нагрев. Если это печное отопление, естественно, следить за самой печкой, не оставлять ее без присмотра. Вот, если это, не дай бог, некоторые отапливают и газовыми горелками, бывает в совсем старых домах. Ну, это, наверное, в принципе делать не стоит. Здесь только исправность отопительного оборудования и внимание собственное. Дозвониться в ЕДДС можно с любого телефонного устройства по простому номеру 112. По регламенту оператор должен ответить в течение 30 секунд и, по словам заявителя, заполнить электронную анкету. Данные моментально передаются в соответствующую службу – скорая помощь, полиция и МЧС. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская. Видно этого.